итак друзья в этом видео мы научимся с вами работать с кривыми оптимизировать и ускорять обработку наших с вами фотографий находить и получать на изображение идеальный черный цвет и конечно же создавать собственные замечательные крутые пресеты под любой жанр под любой стиль под любое время суток и времена года а для этого в первую очередь нам понадобится фотография на которой есть ровный красивый не грязный черный цвет и вот такой снимок перед вами для нас он будет неким триггером неким образцом лакмусовой бумажкой и такой снимок мы с вами будем использовать для работы с кривыми для того чтобы получить идеальный красивый черный цвет без каких-либо паразитных желтых фиолетовых или синих оттенков и работа в кривых с таким черным цветом ляжет в основу первого шага обработки наших с вами фотографий и получения шикарного пресета под любые условия съемки и так если ты увлечен фотографией если ты хочешь добиваться все время лучших результатов то это видео для тебя а мы на канале арт фото life меня зовут серджио и поехали итак друзья перед нами необработанная фотография вот вы ее видите справа вы видите настроечки все абсолютно стоят по дефолту и если у вас нет такого изображения с которым вы можете работать с кривыми то вы этот снимок можете скачать в описании к этому видео и далее уже используя его в своей работе будете получать необходимые вам настройки которые вы будете использовать и накладывать на другие ваши изображения если вы посмотрите в левый верхний угол давайте я увеличу сделаю немного покрупнее вот таким вот образом то вы увидите у меня здесь пять папок они обозначены 01 02 03 45 и соответственно название кривые тонирование цветокоррекция эффекты и калибровка и это у меня некие заготовки до некий нашинкованный салат и когда я беру определенные настройки в разного объема разного количества разных цветовых каких-то вкусов предпочтений все это смешивают у меня получается некая настройка но я иду по заранее заготовленным алгоритмом и это очень серьезно ускоряет работу с фотографиями и после того когда этот набор этот салат уже собран получается обработанная фотография и я могу сохранить непосредственно пресет под это изображение и использовать этот пресет под похожие фотографии и поэтому сегодня в этом видео вы сядете и также вместе со мной создадите вот эти вот пять папочек и я вам покажу как ими пользоваться но давайте все по порядку давайте мы начнем самого первого нашего набора пресетов который называется кривые давайте мы перейдем с вами lightroom открою я папочку кривые у меня здесь не так уж и много на самом деле кривых у меня здесь находится всего их пять штук и как вы видите когда я навожу на определенный пресет у меня изображение становится черно-белое и да это именно для того чтобы получить правильный чистый черный цвет но с тем оттенком который вам непосредственно нравится это могут быть какие-то циановые нотки или еле-еле заметные синие или фиолетовый но только еле-еле заметные только для того чтобы придать определенное настроение определенная тональность в изображении но ни в коем случае такие цвета не должны превалировать на другими цветами и подавлять другие цвета на вашей фотографии и давайте мы с вами сделаем вот что ну во первых мы с вами выставим те настройки которые у нас базовые и которые мы в основном используем ну как правило в девяносто девять процентов случаев то есть что мы с вами делаем ну давайте мы сразу вот света делаем на минус 90 тени я делаю на на плюс 100 точку белого я подвинул на минус 50 влево точку черного трогать не буду текстуру я сразу добавлю на двадцатку четкости я добавлю поставлю 10 насыщенность я приберу на минус 15 и сочность я поставлю на плюс 35 далее друзья мы переходим с вами в панель и чисел и просто навсего убираем насыщенность всех цветов и так мы с вами получили черно-белое изображение давайте двигаемся дальше и мы поработаем еще над некоторыми базовыми настройками как то бишь резкость я обычно резко ставлю на 75 вы смотрите исходя из ваших предпочтений возможно такая резкость будет создавать шум поэтому сделайте чуть-чуть послабее так у меня 75 радиус я оставлю 0 9 чтобы эта резкость была позвонче детали я увеличиваю до 50 ну маскирование я поставлю 25 если нужно будет это можно будет потом доработать дальше я поставлю удалить хроматической аберрации включить профиль коррекции объектива и он как правило исправляет небольшую бочку если у вас широкоугольник и на этом пожалуй все теперь мы переходим в панель тоновая кривая и для того чтобы нам сделать красивую контрастность изображение которое будет себя включать не только света теневой контраст но и также и цветовой контраст потому что работает цветных каналов увеличивается контрастность именно в цветах а не только в цветах и в тенях и так друзья зажимаем кнопочку alt таким образом ваше движение будут более точные более плавные и соответственно вам удобнее будет обрабатывать и делать какие-то минимальные сдвиги которые позволят вам получать на вашем изображении какой-то индивидуальный неповторимый тональный рисунок ну rgb конечно же касается это в меньшей степени rgb отвечает у нас за контраст и так друзья мы поставили среднюю точку если быть наиболее точными перфекционистами то самая середина это 128 на 128 не во всех версиях lightroom это вам может быть позволено но в новых версиях эта функция уже появилась в камера raw вы можете делать все абсолютно то же самое и те же самые действия вы можете делать также на телефоне аккуратненько работая с кривой желательно имея в руках стилус и так друзья теперь я захватываю точку между средней точкой и самой нижней точкой вот здесь вот зажимаю control и тяну ее немного вниз вот таким вот образом если вы зажмете кнопочку shift то вы можете двигать вашу точку только вверх и вниз только вертикально соответственно вы не сможете повернуть и влево вправо в таким образом вы зафиксировали левую точку координат вашей кривой и так давайте мы с вами поставим вот здесь вот значение 50 и запомним и так у нас значение 70 на 50 в средней точке теперь давайте зажимаем кнопочку alt кликаем на точку который находится между средней точкой и верхней точкой точкой белого и сделаем значение 180 на 200 вот таким вот образом и так у нас нижняя точка имеет координаты как вы помните 70 на 50 нижняя средняя точка а верхняя средняя точка имеет значение 180 на 200 теперь мы переходим следующий канал канал красный ставим среднюю точку также можем вручную сделать значение 128 на 128 выделяем среднюю точку нижнюю среднюю точку как вы помните здесь значение было 70 на 50 теперь кликаем на верхнюю среднюю точку и здесь ставим значение 180 на 200 и те же самые действия мы повторяем с вами в каждом канале переходим зеленый канал и делаем то же самое и такие же действия я повторяю в синем канале итак друзья мы с вами поработали с кривой как вы видите наша черная белая фотография стала более сочной более контрастный но на ней отсутствуют какие-либо паразитные цвета это чистый черно-белый цвет и так как мы во всех четырех значений кривой поставили абсолютно одинаковые идентичные значения то эти значения не повлияли на изменение тональности в светах тенях или средних участках изображения поэтому мы с вами получили вот такую вот чистенькую картинку давайте мы поработаем немножко с вами с контрастностью потому что контрастность такая слишком высокая и когда мы работаем с кривой то нам все-таки контрастность желательно немножко убавлять давайте я поставлю сам непосредственно контраст где-то на минус 30 и точку черного не знаю я бы даже немножко по прижал вот таким вот образом уже изображение стало гораздо интереснее итак друзья мы с вами сделали базовые настройки мы с вами сделали первую кривую которая включает в себя абсолютно ровное наложение всех четырех каналах это канал rgb и канал и красный зеленый синий теперь мы с вами кликаем на пресеты плюс сдать пресет если у вас камера raw или телефон там это называется стиле но можно делать все абсолютно то же самое за исключением некоторых нюансов но я вам потом покажу как облегчить ваш труд и так мы кликаем на группу здесь создаем новую группу здесь называем папочку так как у меня есть я назову немножко иначе она у меня будет 001 вы называете как вам удобнее но желательно сохранять нумерацию потому что это нумерация вам дальше будет помогать в хронологическом порядке обрабатывать ваше изображение и так 001 я назову кривые и так я создал группу далее друзья давайте мы внизу кликнем на кнопочку выбрать все и теперь смотрите внимательно снимаем режимы профиль снимаем баланс белого галочку снимаем экспозицию это индивидуально и дорабатывается под каждую фотографию отдельно дальше мы с вами снимаем трансформацию пожалуй все теперь идем в название пресета и назовем его 01 ну я не знаю black and white как вам удобно как вы хотите потому что ваши кривые будут копиться и этим кривым можно давать такие названия для того чтобы потом легче их идентифицировать и легче применять к тому или иному изображению и так друзья назову я это сокращенно black and white пусть будет вот таким вот образом кликаем создать и так друзья мы создали пресет давайте посмотрим где у нас отразился так вот у нас этот пресетик теперь мы можем его применять к любому изображению но пока не будем торопиться давайте мы теперь с вами возьмем за базу вот это изображение и смотрите что мы делаем дальше итак мы переходим в тоновую кривую переходим в красный канал как вы помните у нас они здесь абсолютно в цифровых значениях выставлены абсолютно одинаково и поэтому это не влияет никаким образом на изменение тональности и теперь давайте мы делаем с вот что мы зажимаем нижнюю точку в красном канале нижнюю среднюю точку удерживаю кнопочку alt и потянули я ее немного вниз немного вниз вот таким вот образом чтобы получить слегка еле заметные циановые оттенки в темных и средних участках изображения и смотрите если я наведу назад на свой пресет то у меня изображение станет более чистым более такой классическим черно-белым изображением и вот здесь мне появляется легкий циановый оттенок отлично таким образом у нас появился второй пресет и так мы нажимаем на плюсик создать пресет значение от предыдущих установок у нас сохранились поэтому мы здесь не трогаем и присваиваем название 02 ну я не знаю кому как удобнее давайте назовем его там смолца и далее друзья вы можете на этом черно-белом изображении аккуратно добавлять в различные участки дополнительные точки и получать какую-то определенную тональность которую бы вы хотели использовать в вашем изображении именно на такой вот и ну на такой именно или на похожей фотографии на эту вы сможете получать именно те оттенки которые в итоге у вас лягут в основу тональности вашего изображения дальше мы продолжать с вами не будем вы поэкспериментируете с этими кривыми сами создадите для себя дополнительные пресеты поработав с кривой но вот эти вот пресеты которые есть у меня с кривыми 1 2 3 4 5 которые я использую свои обработки я их виде пресетов размещу в описании к этому видео и они могут стать основой для ваших дальнейшей работы с пресетами потому что у кого-то из вас телефоны у кого-то камера у кого-то старый lightroom и возможно в цифрах выставить не получится идеальные значения поэтому эти значения я вам дарю и вы их смело можете использовать вот друзья и таким образом мы с вами получили определенный набор кривых что же мы с вами делаем дальше а дальше друзья мы с вами можем поработать еще на тональностью на цветом пока работать не будем и как вы можете заметить у меня вторая папочка она называется тонирование и здесь я также сохраняю какие-то свои любимые значения здесь настроить сможете вы хоть на телефоне в любом lightroom в любом камеру поэтому уж извините меня но эти пресеты я вам создавать не буду ну это просто займет у меня очень много времени вы эти настроечки сделаете сами я вам всего лишь покажу как создать такой пресет и так например мне нравится настройка следующая и так мы переходим с вами в color grinding это раздельное тонирование выбираем тени но наиболее частое значение которое я использую это например 205 насыщенность я поставлю побольше чуть попозже я объясню почему насыщенность я ставлю 25 теперь я перехожу в средние тона в средние тона я чаще использую значение 25 это такие близкие красному переходящие от оранжевого красного оттенки saturation я поставлю 10 будет достаточно здесь моя любимая тональность она под номером 37 это наиболее частое значение которое встречается на моих фотографиях ну и насыщенность побольше где-то порядка 15 вот мы сделали с вами такой вот наборчик далее друзья мы нажимаем на плюсик создать пресет создаем новую группу которую называем 002 тонирование создать далее друзья мы с вами вот внизу нажимаем на кнопочку которая называется сбросить все и здесь выбираем значение только color grinding а если у вас переводе на русский язык то может быть раздельное тонирование все больше мы ничего не трогаем и не снимайте версию процесса иначе ваши пресеты потом могут некорректно работать на каких-то других версиях lightroom и теперь друзья я здесь присваиваю всего лишь навсего номер своего пресета нижнее подчеркивание например и здесь я просто пишу ту тональность которую я использовал со временем потом вы уже поймете что какая-то более синяя какая-то более зелененькая и вы уже по цифре будете сами понимать какой оттенок дает то или иное число в тонировке и так я называю 205 потом ставлю дефис дальше пишу 25 дефис 37 все как вы помните у нас стоит только color grinding и мы нажимаем кнопочку создать и таким образом у нас появляется еще одна папочка где мы будем с вами коллекционировать всю тонировку теперь друзья давайте перейдем к цветокоррекции итак мы переходим в панели чисел и давайте сделаем с вами вот что давайте мы с вами двумя кликами вернем насыщенность на дефолтное значение мы с вами получили вот такое вот непонятное изображение теперь нам необходимо поработать с цветами то есть перемешать их таким образом чтобы получить необходимый цветовой рисунок вы можете использовать цветовой круг у меня много видео на канале вы можете использовать свои какие-то вкусовые предпочтения вы можете добиться минимализма используя например только холодные какие-то синеватые оттенки и только оранжевый и так далее здесь уже на вкус и цвет вы хозяин вы господин и вы бог цвета кстати посмотрите видео как стать богом цвета итак друзья давайте мы красненький цвет сместим немного в сторону оранжевого где-то на плюс 20 оранжевую сторону красного где-то примерно ну на минус 15 я думаю будет достаточно работаю я светом удерживаю кнопочку shift так тоже движение плавный и ваша работа более ювелирная более точная желтый мы сместим посильнее в сторону оранжевых оттенков где-то примерно на минус 60 зеленый мы сместим в сторону желтых оттенков но я думаю что где-то 37 38 будет достаточно аквамарин мы уберем от зеленых сторону синих оттенков где-то примерно на плюс 70 синий я подвину не сильно я не люблю когда синий становится таким циановым буквально я думаю что где-то на минус 7 даже будет достаточно фиолетовый посильнее мы уберем в сторону синих оттенков на минус 77 пурпурный мы уведем в сторону красных оттенков пусть будет на плюс 77 и теперь поработаем с насыщенностью давайте мы с вами сразу пурпурный убавим посильнее на минус 80 фиолетовый посильнее на минус 80 синий мне вот здесь синий который вылазит у меня на плитке не очень нравится но и этот синий не только зависит от ползунка он также и зависит от температуры если я буду двигать температуру вправо как вы видите мой синий становится таким циановым а на каком-то значении и вовсе исчезает поэтому не забывайте это и всегда работайте с балансом белого тем не менее я синий прижиму мне он такой не нужен пусть будет минус 80 аквамарин минус 55 это уличная обработка поэтому я здесь стараюсь добиться каких-то минималистичных оттенков зеленую беру на минус 90 желтый я также уберу где-то на минус 60 примерно оранжевый подвинул сторону минус 20 влево и красный я подвину где-то на минус 25 и теперь еще раз я поработаю с балансом белого и получаю вот такую вот цвета коррекцию и здесь синий как правило я делаю слегка потемнее где-то примерно можно сделать ну на минус 20 смотрите с этим ползунком аккуратнее потому что на ярких переходах контрастов от светлого к темному если где-то есть синий цвет если вы сильно убавите ползунок яркости то у вас получится такая белая кайма вокруг синего изображения это не очень красиво поэтому имейте это в виду итак друзья мы с вами получили определенный набор настроек в панели и чисел и давайте мы с вами эти настройки сохраним так кликаем пресет создать пресет создаем мы здесь в группе с вами третью папочку новая группа 003 ну назовите как вам нравится и чисел или цветокоррекция у меня пусть будет цветокор создать теперь друзья далее нажимаем сбросить все здесь мы теперь выбираем с вами выбираем с вами цвет и снимаем насыщенность и сочность оставляем только регулировки цвета присваиваем название пресета пусть у меня это будет название для улицы я назову его street и нажимаю создать итак друзья нам осталось научиться делать всего лишь две папочки и собственно говоря наш салат будет готов ну точнее ингредиенты для этого салата а сам салат будете готовить вы сами и так дальше друзья у нас после цветокора идет эффекты и что я добавляю в эффекты эффекты конечно громко сказано на самом деле здесь у меня идет виньетка зерно можете вынести отдельно суда резкость ну основное это конечно же виньетирование зачем его каждый раз крутить если вы можете сделать 345 в конце концов 7 удобных и нужных вам виньеток и потом просто перебирая пресет вы можете применять тот или иной пресеты вы сэкономите просто уйму массу времени итак друзья давайте мы переходим с вами в эффекты переходим виньетку и я смотрю ориентируюсь по этому изображению значение давайте поставим посильнее где-то ну пусть будет на минус 30 центральную область поставим где-то также на 35 влево округлость сделаю я на плюс 50 и полностью поставлю растушевку и давайте посмотрим без виньетки с виньеткой гораздо интереснее согласитесь теперь ставим зерной давайте зерно поставим 10 вручную размер зерна сделаем чуть-чуть покрупнее 35 и неровность делаем 75 таким образом друзья вы делаете необходимый набор настроек можете использовать в этой папочке эффекты только виньетку и больше ничего можно сделать зерно можно сохранять отдельно зерно отдельно виньетку можно вместе виньетку зерно давайте вот сохраним просто отдельно виньетку зерно не всем нравится я понимаю на некоторых ночных фотографиях такой эффект даже бывает лишний и так кликаем плюсик создать пресет создаем новую папочку новую группу у нас это будет 4 папка эффект или эффекты создать теперь друзья сбросить все теперь ищем у нас значение виньетки которая будет находиться вот здесь виньетка при обрезке больше ничего не ставим и здесь мы ставим 01 назовите как хотите не знаю пусть это будет по значению самому первому что было понятно например вин 30 окей нажимаем создать и теперь друзья самая последняя папочка которую мы будем с вами делать это папочка называется калибровка к сожалению такой настройки в телефонах нет ну силе ви как говорится но в lightroom и камера ролл такие настройки есть и их можно сохранять в отдельный пресет и так друзья давайте переходим в панель калибровка и посмотрим что будет если мы с вами будем двигать ползунок первичного синего канала влево у нас происходит вот такие вот изменения в красном цвете он становится более насыщенный такой более красный давайте я поставлю минус 25 но насыщенный все-таки слегка прижму чтобы мне эта настройка дала только сочность этого цвета на мне не нужно чтобы он был такой яркий бросался в глаза мне нужно чтобы он был более такой контрастный более такой терпкий что ли и давайте посмотрим что будет если мы подвигаем теперь первичный ползунок у нас меняется красный цвет в данном случае более розовый он становится если мы двигаем его вправо более желтовато если мы двигаем влево на вашей фотографии если будут какие-то другие цвета вы можете также подобрать любые настройки и собственно говоря сделать его под конкретное изображение а потом уже различные эти настройки применять кто или иной фотографии и так я сделаю плюс 15 насыщенность немножко прижму на минус 7 цветовой тонн давайте мы красного сделаем чуть-чуть плюс 5 и насыщенность красного трогать я не буду а вот тени оттенок я добавлю чуть-чуть фиолетовых оттенков буквально троечку вот таким вот образом теперь я кликаю сюда создать пресет здесь я выбираю соответственно новую группу которая у меня будет называться 005 калибровка создать и здесь называйте уже как хотите как вам нравится не знаю пусть у меня будет 01 не знаю усиление красного red отлично друзья теперь нажимаем также сбросить все теперь давайте мы здесь с вами найдем калибровочка она внизу справа находится самая нижняя настройка больше ничего не трогаем и нажимаем создать вот друзья мы с вами таким образом можем создавать настройки и давай теперь я покажу как с этим со всем работать и как вот из этого микса непонятных настроек получать красивое интересное изображение и как это будет экономить ваше время и так друзья с вашего позволения я удалил те наборчики которые я только что создал и мы сейчас будем пользоваться моими наборами я вам покажу теперь как из этого всего необычного чуда миксовать нужные для вас настройки и получать очень быстро обработку изображения и не забывайте что первая папочка с различными кривыми будет находиться в описании под этим видео вы скачиваете устанавливайте и это будет тот базис пресетов с которой вы начнете создавать свои папочки группировать их и использовать в дальнейшем при получении шикарнейших фотографий будь то город будь то портрет или пейзаж и так друзья вот наше изображение давайте мы первым делом с вами наверное немножко подрегулируем здесь геометрию в кадре сделаю я пожалуй crop 16 на 9 вот наверное таким вот образом подровняю немножко горизонт вот у меня такое замечательное изображение открываю свою папочку кривые и например я использую так как это пейзаж несмотря на то что этот городской пейзаж я не буду использовать здесь какую-то другую кривую с другим оттенком я использую ту кривую которая дает мне чистый черно-белый цвет далее друзья я перехожу в тонирование я выбираю например свою любимую тонировку и друзья у меня намеренно значение в тенях стать 25 чтобы я видел как на это изображение ляжет тонировка но этого как правило очень много и я обычно после того как я выбрал тот или иной оттенок я перехожу дальше в color grinding в раздельное тонирование и понижаю насыщенность именно в тенях света и средней области я не трогаю но обычно я оставляю от 7 до 10 иногда на ночных фотографиях городских можно сделать и больше но в данном случае вот пусть останется легкий намек на тонировку в тенях оставлю я его на уровне 12 так друзья тонирование мы сделали идем следующую папку цветокоррекция вот теперь мы можем здесь перебрать и выбрать например я выбираю landscape далее друзья мы переходим в эффекты меня здесь применяю виньет очку теперь друзья я перехожу в калибровку выбираю насыщенность и повышение красных оттенков фотография вроде бы обработана но это еще не все давайте мы с вами повысим сочность побольше на плюс 48 в данном случае так будет лучше и например я перейду в rgb слегка подниму теперь нижнюю черную точку для того чтобы получить вот такие вот легкие воздушные тени и рядом соседнюю точку слегка опущу и сюда можно добавить еще градиент чтобы блеск вот на этих камнях на переднем плане немножко у нас снивелировался вот пожалуй вот таким вот образом пожалуй вот так вот ну что еще здесь можно немножко повысить экспозицию и можно изображение сделать слегка потеплее вот таким вот образом итак друзья вот я применил определенный набор настроек и теперь просто навсего для того чтобы мне эти настройки применять похожим изображением давайте я еще сделаю насыщенность побольше почему бы нет я кликаю сюда создать пресет называю его как хочу например мост выбираю группу кликаю теперь выбрать все убираю отсюда режим и профиль баланс белого экспозицию убираю градиентный фильтр убираю полностью трансформацию все остальное не трогаю и создать и вот таким образом у меня из этого микса получился новый пресет и достаточно быстро я на обработку потратил ну минимум просто времени поэтому как говорится запомни лучший день потерять потом за пять минут долететь а на этом друзья все надеюсь видео было вам полезным поэтому не забудьте поставить лайк для меня это лучшая награда желаю вам творческих высот всем пока и до новых встреч и да если ты впервые на моем канале не забудь заглянуть в мой инстаграм удачи вам друзья с вами был серджио всем пока и до новых встреч до следующего видео вы и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok